Вражение в украинской бойне Путин никогда не переживет. Он затеял очень большую игру, сделал ставкой в этой игре Россию, пошел ва-банк. И вот в этой смертельной игре победа над Украиной представляла собой хоть какую-то политическую или военную ценность, если бы этот захват совершался так, как задумывалось романтиками в Кремле. Если бы Блицкриг был бы Блицкригом, если бы все было быстро, дерзко, красиво, с разбегающимися украинскими солдатиками, с цветами и пирогами от населения для российского воинства. Могло ли вообще так быть? Могло. И было бы в том случае, если бы действительно в Украине власть была бы захвачена нацистами, если бы часть населения была бы дискриминирована за национальность или за язык, если бы власть в Киеве была бы ненавидимой хунтой, а президент жалким паяцам и дураком. Но вот произошла ошибочка. Нацистов-то не обнаружилось. И все оказалось обыкновенной, как всегда, ложью. Это все оказалось очередным кремлевским бредом, на который была сделана ошибочная ставка. Власть в Украине оказалась абсолютно родной народу, президент казался национальным героем, а государственный уклад настолько одобряемым, что защищать его вышли все 100% населения с коктейлями Молотова, с автоматами, с джавелинами и с голыми руками. И защищать его взялись с невероятным героизмом и невероятной сплоченностью. Не случайно основным мемом, основным трендом этих дней стали даже не слова «слава Украине», а стали те слова, которые раздались на острове «Змеиный русский военный корабль». Вы можете не продолжать. Да, затевая эту кровавую игру, Путин хотел сделать просто глобальный подарок своей стране в виде захваченной и присоединенной к ней богатой территории. Но, увы, я боюсь, что этот геополитический подарочек можно будет положить только на могилу России. Он ей самой уже не понадобится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!